Приветствую, с вами Илья Студио, рисунок Art Channel. Я решил попробовать свои силы в новом для меня направлении. В этом видео будет работа из кожи. Порой очень хочется обзавестись качественным, оригинальным и функциональным кожаным аксессуаром. Будь то портмоне, чехол для телефона или банковских карт. Для себя я решил сделать набедренную мотосумку. Наконец-то я разгружу свои карманы и мне не придется по ним шариться каждый раз, когда понадобится достать что-то из документов или какой-нибудь ерунды. В общем, все, что мне необходимо, например, телефон, бумажник, документы и мультитулс будут находиться в легком доступе. И да, такую сумку легко можно приобрести за каких-то... От 10 тысяч рублей начинаются цены на подобные сумки более-менее приемлемого качества. Но по моему карману это дороговато. Я же вложил в этот проект всего несколько свободных часов, около 3 тысяч рублей и то из-за дорогого материала. О нем расскажу далее по ходу видео. Ну а пока я рассказывал всю эту предысторию, вы, наверное, уже успели ознакомиться с выкройкой и приблизительным внешним видом будущей сумки. Размеры для нее я определял исходя из того, что, во-первых, она не должна быть слишком громоздкой, но при этом в нее должны вмещаться все мои шалобушки. Во-вторых, выкройка должна уместиться на кусок кожи, который я приобрел заранее. Правильнее было бы сначала сделать выкройку, посчитать расход материала и только потом уже раскошеливаться на шкуру. Я буду шить сумку из кожи бизона. Это дорогой материал, но в целях экономии я приобрел кусочек с портаком всего за 2 тысячи рублей. Далее переносим выкройку, конечно же, таким образом, чтобы в итоге получилось меньше обрезков. И я планирую из остатков кожи сделать еще какую-нибудь прикольную штуку, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крышка, передняя, задняя часть, дно сумки образуются из одного цельного куска материала. К нему пришью боковые стенки сумки и хлястики для ремня. Свежедобытую шкуру старой куртки я пущу для внутренней отделки сумки. А для того, чтобы ушки, к которым будет крепиться ремень, были прочными, я вклею в них кусочки основного материала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мне нужно склеить лицевую и изнаночную стороны, а также вклеить уплотнители в хлястике. Перед склейкой нужно обработать края всех деталей, чтобы не торчал ворс шкуры. Самый простой способ это сделать, это сжечь ворс паяльником или зажигалкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Склеиваемые детали помещаем под пресс на 20 минут, и далее с ними можно свободно работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При склейке хлястиков сразу вклеиваю в них кольца под карабины для ремней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы укрепить клапан сумки и обеспечить более плотную посадку застежек, наклеиваю еще один слой кожей, вырезанный по форме клапана к изнаночной стороне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верхние кромки передней части и боковин сумки облагораживаю и укрепляю кантом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь все прошиваю и сшиваю простым швом, но в две иглы и двойной нитью. Обе иглы продеваю в отверстие одновременно таким образом, чтобы игла в правой руке всегда была продета выше иглы в левой. И из-за этого нить укладывается в отверстие под стежок с небольшим скосом. И длинные швы смотрятся интереснее и аккуратнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА